Инженеры завода прибор не скрывают волнения, но и гордость за свою разработку сдержать тоже не могут. Шесть лет над ней бились лучшие умы. И вот итог. Экономия энергоресурсов больше 50%. Если учитывать, что у людей установлены индивидуальные регуляторы температуры в помещении, то есть у нас апрель и начало мая очень жаркие выдались, так скажем, поэтому прикрыв полностью можно снизить там вообще процентов на 90. Эти счетчики уже прославились на всю страну. Они придадут ускорение третьему этапу коммунальной реформы. Есть несколько законов, которые стимулируют проведение энергосберегающих мероприятий, но сегодня все уже на федеральном уровне поняли, что без организации измерения потребления коммунальных ресурсов никакое энергосбережение невозможно. Ну, в общем, в принципе, на каждого человека предусмотрено же по норме 9 кубов. Это общий расход воды. Ну, подогрев еще, кроме того. А мы всего 7-8 у нас. Больше кубов не бывает. Те, кто ставит квартиру на счетчик, уже убедились. Это очень выгодно. Теперь у Людмилы Артамоновой каждая капля воды на счету. Прибор окупился быстро, ведь ежемесячная плата снизилась в 4 раза. Счетчик тепла устанавливают только на целый дом. Цена вопроса – 3 миллиона. Пока повезло только жителям двух домов по улице первой пятилетки. Они попали в программу бесплатно в качестве эксперимента. Практика показала себя очень успешной. Вы видели на компьютере, можно посмотреть, энергопотребление в каждой квартире, водопотребление в каждой квартире. Кто платит, естественно, на этот же дисплей водится. Кто не платит. Можно ограничить подачу. В планах города оборудовать весь жилой фонд автоматизированными приборами учета. И тогда платить за коммунальные услуги мы будем по факту. Но одним городским бюджетом тут не обойтись. Остается надеяться на поддержку федералов. Тем более, гостю эксперимент понравился.